Сегодня были допрошены два свидетеля. Первый это представитель ИЦ МВД по республике Хакасия, который выполнял поручение следователя, отвечая на его запрос о судимости Протасова. Данный свидетель сегодня ответственно заявил, представил соответствующий документ. Он был приобщен к материалам уголовного дела о том, что сведения о судимости Протасова поступили в Следственное управление Следственного комитета по Хакасии 15 февраля. 2016 года. То есть сегодня мы можем уже с уверенностью утверждать, что после указанной даты, а это за два месяца до заключения досудебного соглашения с Протасовым, Следственное управление Следственного комитета по Хакасии указанными сведениями располагало. В общем-то эти сведения подтверждают наше заявление о том, что обманные условия, которыми Протасову было обещано применение тех льгот, которые предусмотрены для несудимых, они были включены в данное досудебное соглашение заведомо для стороны обвинения. То есть обвинение знало о наличии судимости, но эту информацию скрыло и намеревалось скрывать в дальнейшем. Теперь что касается второго свидетеля, это Алексеенко. Вы слышали, что суд назвал его нашим свидетелем. Как бы там ни было, Алексеенко допрашивалась и чистилась в списке свидетелей обвинения. Алексеенко были предъявлены для прослушивания результаты оперативно-розыскных мероприятий, прослушивания телефонных переговоров и наблюдения. Это аудиозаписи разговора Молчановой и Алексеенко в автомобиле. На что мы хотели обратить внимание суда, то есть, в школе у нас суд позиционирует данного свидетеля как свидетеля защиты, мы предложили прослушать те аудиозаписи, которые выполнены, будем так говорить, без намерения помочь стороне защиты. То есть на тот период времени, когда сторона не подозревала, что их прослушивают. Здесь самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, Молчанова задает вопрос Алексеенко в автомобиле, зачем на самом деле Протасов брал деньги, которые были получены по расходно-кассовым ордерам. То есть это те деньги, которые позиционируются как взятки. И получает конкретный ответ. Эти деньги Протасов брал на зарплату вам, то есть работникам Сибглории. Если мы вспомним показания Молчановой, то она подтвердила, что в ноябре 2015 года она получила зарплату именно от Протасова. Данный свидетель эту информацию подтвердил. То же самое нам заявлял Протасов. На сегодняшний день доказательства, опровергающих это заявление, в общем-то, защиты суду не представлено. Но это, наверное, основные события. Ну, кроме того, из данных переговоров, в общем-то, видно, что действительно на Молчанову оказывалось давление, что ее похищали. Свидетель подтвердил, что из машины ее вытаскивали. И, в общем-то, сама Молчанова поясняла Алексеенко о том, что она хотела дать некие показания, то есть для чего Протасов брал деньги, но у нее это не получилось. Это также следовало из прослушанной аудиозаписи. Подводя черту, можно сказать, что сегодня мы можем говорить о целевом назначении денег, которые были выданы из кассы ООО «Черногорская делстрой», за которые расписалась Молчанова в расходно-кассовых ордерах. Эти расходно-кассовые ордера говорят о том, что деньги поступили в адрес ООО «Т-Сибглория». И, соответственно, из тех сведений, которые сегодня были представлены суду, также следует, что они в интересах Сибглория и были затрачены. То есть были переданы на зарплату и на иные нужды организации. Кроме того, свидетель пояснил, что начиная с октября по декабрь месяц настройки были забастовки, как она выразилась. Связаны с неоплатой со стороны генподрядчика Черногорской делстрой денег субподрядчикам. Соответственно, из-за этих забастовок со стороны министерства имело место, как она сказала, давление, свидетель сказал давление, связанное с тем, что нужно получить оставшийся транш, то есть оставшиеся по госконтракту деньги, предназначенные для оплаты генподрядчику, и их соответствующим образом распределить между бастующими субподрядчиками. Так вот, свидетель пояснил, что в ноябре, в начале ноября месяца поступила команда от руководителя Черногорской делстрой и от Смольникова не оформлять КС-2, не предъявлять их для оплаты, потому что с этим генподрядчик не был согласен. Данные показания, в общем-то, подтверждают довод защиты о том, что у Черногорской делстрой не было абсолютно никаких интересов, не было никакого интереса стимулировать Протасова или еще какое-то лицо на оформление документов, КС-2 в частности, которые, как мы понимаем, необходимы для получения денег. Ну, то есть, генподрядчик не намеревался получать эти деньги, и при этом, при всем, по версии следствия, он стимулировал деньгами Протасова для того, чтобы тот оформил документы именно в целях получения тех денег, которые, я повторюсь, навязывались со стороны ГКУ РХ УКС. Ну, вот, в общем-то, и все.